Как не нарушить заповедь, не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы? Исход, 35 глава. Хороший вопрос. Наверное, какой-нибудь равен вам бы ответил бы с чувством, с толком, с расстановкой в духе иудаизма. А у нас вроде как бы христианство и все замечательные 613 заповедей Ветхого Завета, касающихся обрядов, у нас упразднены. Приблизительно 50-е годы по Рождестве Христовым Иерусалим, апостол Павел, апостол Иаков, другие апостолы собираются на собор. Первый апостольский собор, так называемый. Ну, приблизительно 51-й год. На котором решаются очень важные вопросы, касающиеся принятия язычников в Христову Церковь. Если для принимающих Христа как своего мессию иудеев было естественно продолжать осуществлять заповеди, ну, мы скажем, Ветхого Завета, они тогда еще говорили, Торы и Таанаха, то для язычников такой метод принятия христианства был непосильной ношей. То есть принять, по сути, иудаизм для того, чтобы стать христианином, занятие было достаточно обременительное и не совсем понятное, и с точки зрения апостола Павла совсем не обязательно. Он сразу крестил язычников, и главное таинство, вокруг которого собиралась раннехристианская церковь, в том числе и из язычников, — это Евхаристия, таинство причащения тела и крови Господней. Иерусалимская церковь не разрывалась в отношении с Иерусалимским храмом. И апостолы ходили молиться в Иерусалимский храм до 70-х годов нашей эры, ходили в синагогу, проповедовали, с уважением относились к иудейским нормам, предписаниям, касающимся и дня субботнего. И вот апостол Павел врывается в эту первохристианскую общину и говорит, что не надо на язычников накладывать бремена недобоносимые. И знаете, апостолы пошли навстречу апостолу Павлу, и на этом соборе изволилось Духу Святому и нам, как пишет апостол Лука, «Оставить для язычников, входящих в православную церковь, только лишь несколько обрядовых правил. Не вкушать и доложертанной пищи, не вкушать кровь в чистом виде, не вкушать мясо животных, которые были удушены, не есть удавленены. Дальше избегать блуда и не делать другим того, чего не желаешь себе». Поэтому все обрядовые правила, которые были обязательны для иудеев, и первое время даже для иудео-христиан, они упразднены. Так что спокойно зажигайте огонь в субботний день в жилищах ваших. Если надо прибраться, приберитесь. Но помните, что Шаббат, День Покоя, это день особого упоминовения наших усопших родных, покойников, телами, не душами. Поэтому в этот день, если вы сможете прийти в храм на панихиду или дома помолиться о наших усопших родных, то это будет как раз исполнением заповеди почитания дня субботнего. Аминь и Богу слава, не обременяйте свою жизнь ветхозаветными заповедями, касающихся чисто ритуала. А что касается морально-нравственных отношений друг с другом, вот то исполняйте. Не желайте другим зла, творите добро, любите друг друга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok